Здравствуйте, друзья! Сегодня я, как и обещала одному своему знакомому человеку из YouTube, немножко поговорить о подписках. Но если будет что-то дергаться, простите меня, рука дрожит, наверное, от волнения. Итак, поговорим о подписках. Вернее, о тех людях, которых мы можем посмотреть, как своих подписчиков. Оговорюсь, мое видео снято для работы вот на этом устройстве. У меня нет компьютера, у меня нет платшетника. Я работаю, можно сказать, с телефоном. Но все мы знаем, что современные телефоны – это уже не просто телефоны. Это уже, можно сказать, это и есть персональный компьютер. Очень много всего. Здесь и фото, и видео, и телефон, и мессенджеры всякие, и сервисы. И кино можно посмотреть, и самой можно кино снять, и обработать, и выложить. Сами понимаете, только что они открывают консервные банки. Мне кажется, все остальное – и зеркало есть, и фонарики, и все-все. Но это многие из вас знают. Итак, если у вас есть канал на Ютубе, и вы хотите посмотреть, подписан ли на вас человек, мы можем это сделать в том случае, если у него не отключены об этом уведомления. Потому что есть люди, которые сознательно скрывают информацию о своих подписках. И мы знаем, что есть такие люди, которые не хотят давать такую информацию никому. Но есть люди, которые не стесняются, и что в этом такого? Ну, подписана я на какой-то канал, и почему я должна об этом скрывать подписку? Мне, допустим, не жалко. Пожалуйста, смотрите. Итак, попробую вам объяснить популярно. Как поняла я сама. Это не я нашла, не я такая умная. Я человек начинающий. Канал у меня всего лишь месяцев пять. Я недавно в Ютубе. И поэтому многое, что-то мне подсказывают люди, что-то нахожу информацию в интернете. Вот это я тоже нашла в интернете. Итак, поиск в Google. Видим. Вводим по-английски. Переключаем шрифты. И должно быть написано вот так. МойYouTube.com Вот, загрузилась. Вот, смотрите, теперь вот эти три точки. Вот, видите, три точки? Нажимаем. Открывается вот такая вот страничка. Видите, написано «Версия для персонального компьютера». Нажимаем. Вот, открылась. Вот, смотрите. Вот в правом верхнем углу кружочек. Это, ну как это, аватарка моего канала. Это мое изображение здесь, мое фото. Нажимаем на него. Вот такой результат получается. Находим. Вот, простите, солнышко выглянуло. Так, вот. Видите строка? Творческая студия YouTube. Нажимаем на нее. Нажали. Вот открывается вот такая панель управления каналом. Вот мое последнее видео об облепихе. Ну, это новости. Здесь какие-то обновления. Здесь идеи. Ну, здесь много чего. Вот аналитика по моему каналу. 193 подписчика у меня на данный момент. Ну, вот. Просмотры растут. И количество, и часы. Вот мои лучшие видео. Но это вы многие все знаете. И вот доходим вот досюда. Видите? Новые подписчики. Показать всех. Нажимаем. Вот они мои родные, мои друзья. Кто-то, может быть, чаще смотрит меня, кто-то нет. Но всем этим людям я благодарна. Кто-то с кем-то, ну, такое, ни для кого не секрет. Мы обменялись подписками. На кого-то я подписалась, кто-то на меня подписался. Кому-то интересно, что я снимаю, кому-то нет. И я не могу всех посмотреть, к сожалению. Потому что, ну, представьте, если я подписана, допустим, даже на 200 человек. Если каждый из них выложит по 5-минутному видео, это уже сколько времени-то получается? Это сколько я же должна потратить? Это, понимаете, я должна бросить тогда все, всю свою жизнь и положить ее к алтарю Ютуба. Конечно, мы этого не делаем. И, конечно, я в первую очередь стараюсь смотреть тех подписчиков, которые оставляют мне комментарии, по которым я вижу, что они меня смотрят. И я в ответ стараюсь смотреть их. Не забывайте об этом. Помните, что даже если, может быть, вам неинтересно какое-то там, допустим, видео, ну, вы его посмотрите, сделаете человеку приятное. И он зайдет и посмотрит вас. У вас прибавилось там 5 минут просмотра, и у него прибавилось. Кому от этого плохо? Вот, видите, на кого-то я подписана, на кого-то я не подписана. Есть люди, которым просто я интересна, а кто-то вот именно по взаимной дружбе, по взаимной договоренности. Итак, вот это вот видно по числам, кто когда подписался. Видите? Видно, сколько подписчиков у этого человека. Если все не влезли на страничку, то вот, видите, да, они по 10 на страничке не влезли. Нажимаем, значит, вот на эту стрелочку и смотрим следующую страницу. Ну, и вот следующая страница. И вот опять люди с датами того месяца, когда... Ой, ну подождите, резкость ушла. С теми месяцами, когда эти люди на меня подписались. И я им всем благодарна. И я стараюсь их смотреть хотя бы, может быть, не каждый день, через день. Но я стараюсь их смотреть и стараюсь отвечать им взаимностью. А есть люди, которые скрывают эту подписку, потому что вот, видите, написано. В списке указаны только пользователи, которые разрешили показывать информацию о своих подписках. Если кто-то не захотел, чтобы его видели, мы его и не увидим с вами. Ну вот, я вам рассказала о том, что я знаю, что я могу с чем поделиться с вами. Может быть, я не все знаю, вы мне подскажите. Если моя информация была кому-то полезна, я тоже этому рада. Ну а вам всем желаю, ютуберам, просмотров полных, причем, комментариев, вменяемых. То есть, если критика, то она по делу, чтобы не было ничего такого ненужного. Ну и, конечно, подписчиков тоже вменяемых, которые зашли к вам именно за тем, чтобы посмотреть у вас что-то интересное, чему-то научиться. Ну или просто поднять себе настроение. Мы же вот снимаем и, допустим, и природу, и цветы. Там, может быть, никакой нет полезной информации, но настроение поднимет. Ведь люди снимали это для того, чтобы кто-то еще увидел. Кто-то не может, допустим, сегодня выйти на улицу, а вот посмотрит видео и как будто бы сходил куда-то. И мы чувствуем солидарность людскую, чувствуем, что кто-то о нас думает. Это очень приятно. И давайте мы сами будем оставаться вменяемыми людьми, не писать друг другу гадости, потому что что скрывать, бывает и такое в жизни. Ну а вам всего хорошего. С вами была Марина. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok